Добрый день! Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто телезрители канала Добра и Позитива. Говорит и показывает Черногория. И сегодня ответим на вопрос нашего подписчика, который прислал свой вопрос на наш сайт канала Добра.ру. Такой вот интересный вопрос. Зовут его Madman92 и он пишет. Сергей, приветствую! Поинтересуюсь вашим мнением по поводу, как мне кажется, важного вопроса. Как спать? Сколько спать? Как высыпаться? У успешных людей хватает времени на сон? Или нет? Или может режим какой-нибудь соблюдаете вы? Заранее спасибо за ответ. Итак, давайте все-таки... Кстати, тема очень важная. Давайте во всем разберемся по порядку. Значит, отвечая на вопрос Madman92, я скажу то, что... Во-первых, спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный. Существует много разных, скажем так, версий. Как же спать? Сколько спать? Какую правильную позу принять? Я скажу свои ощущения. То есть, можно посмотреть в интернете, можно погуглить там. Я вот посмотрел тоже и с чем-то согласен, с чем-то нет. Я скажу свои ощущения. Во-первых, ну давайте так, общепринято считать, что нужно по физиологическому, как бы, скажем так, восприятию человека спать 8 часов. Вот это норма. Я сплю, конечно, меньше. То есть, я ложусь где-то в районе там 11-12 ночи, то есть, в 6-7 утра я уже практически на ногах. То есть, полных 6-7 часов мне хватает для того, чтобы я восстановился. Но, наверное, это происходит все-таки с возрастом. Когда организм человека более молодой, то есть, спать хочется больше, как мне кажется. То есть, с возрастом вы можете посмотреть там по своим, по бабушкам, по дедушкам, да. Они спят гораздо меньше. Но это в силу возраста. Что же касается того, как спать, да. Я считаю, что спать нужно на животе, да. То есть, все-таки это оптимальная поза. Руки можно держать абсолютно в разном любом положении. Но спать нужно на животе. И на жесткой кровати. Почему? Потому что жесткая кровать, она все-таки способствует тому, чтобы тело человека лежало абсолютно не как, вот знаете, как вот на пружинах, да, на какой-то перине, да. А на самом деле, чтобы тело человека лежало на жесткой плоскости. Ну, в меру, конечно, да. Я не говорю о том, чтобы надо спать там на досках там или на каких-то там деревянных покрытиях, там, не знаю. То есть, спать нужно на хорошем жестком матрасе. Абсолютно разное их количество есть. Можете тоже посмотреть в интернете. Вот я вам рекомендую матрас итальянской фирмы NRF. У меня два таких матраса. Один в Москве, а другой в Черногории. И я, на самом деле, просто получаю истинное удовольствие от этого матраса. Еще раз подчеркиваю, NRF. Вот, кому надо, в личку пишите, дам телефон и контакты. Они есть в Москве, можно заказать через интернет. Сразу говорю, матрас не дешевый, он стоит порядка, но они разные есть, там, порядка от 1000 евро и выше. Чем хорош этот матрас? Этот матрас хорош в том, что он приобретает, когда вы ложитесь, он запоминает вашу форму, форму вашего тела. Весовую нагрузку, да, то есть, ног, спины, головы. То есть, он как memory, да, то есть, как память, он запоминает вашу, вот, как бы, структуру, да, вашего конкретного тела. И у него очень правильная развесовка, да, то есть, как правило, принято, да, то, что матрас, он одинаковый, там, ноги, голова, нет. Существует, как сказать, вперед у матраса, существует, как бы, место, куда мы кладем ноги, да, то есть, есть передняя часть, есть задняя часть у матраса. Ну, это у дорогих, у дорогих матрасов в основном. У обычных матрасов, там, чего там, да, полосатый матрас, помните, да, как там в армии, в пионерских лагерях были, там, укручиваешь, переворачиваешь. На самом деле, это неправильно. Матрас должен быть правильной формы. То же самое подушка, да, то есть, есть ортопедические подушки, то есть, есть такие подушки, с которыми, ну, как выемки такие вот, да. Я на таких подушках не сплю, я сплю на обычной подушке, потому что в течение ночи я ее переворачиваю, там, кручусь, верчусь, то есть, подкладываю, там, под руку, под шею, под голову, то есть, в разных положениях. Еще очень важная вещь, вот, знаете, вот в старые времена, не просто же спали в таких вот, в шапочках, да, как они, чипец назывались, там, или еще как-то, не помню. Не просто так, то есть, я специально задался этим вопросом, посмотрел там в интернете, да, неспроста это все было в старые времена. Это делалось для того, чтобы не простудиться ночью, да, потому что иногда бывает как, включим кондиционер, откроем окошко, там, балкончик, да, идет сквознячок. С утра проснулся, что-то чувствуешь, горло болит, да, или, там, насморк, или гейморит, там, или еще что-то. Вот для этого существовали вот эти вот шапочки, да, значит, конечно, сейчас это как-то смешно выглядит, спать в шапочке, но на самом деле, мне кажется, что-то в этом есть. Существуют такие вот повязки, да, вот, которые одеваются на уши, вот, на лоб, да, такие шерстяные, там, разные всякие. Попробуйте, как бы, я вам рекомендую попробовать, особенно в зимний период, когда в квартире жарко, то это батарея, а вы открыли балкончик, да, то есть, одев такой вот чипец, там, или еще что-то, соответственно, будет вам комфортно. Что касается одежды, в которой нужно спать, как мне кажется, нужно спать без одежды, либо в пижаме, потому что все вот эти вот резинки на трусах, все вот эти вот всякие разные, там, клепки, заклепки, там, не знаю, какие-то там завязки, там, шнурки, они влияют очень сильно на сон, Потому что, на самом деле, человек должен высыпаться, а не ощущать дискомфорт от сна, потому что, как известно, сон это треть нашей жизни, да, и, на самом деле, мы здесь очень много времени проводим в этом состоянии. Я про сны потом, может быть, еще отдельный ролик запишу, если вам интересно, вы там пишите в комментариях, там, интересно рассказать про сны, не интересно рассказать про сны, потому что существуют определенные дни, по которым можно прочитать ту или иную информацию, да, опять же, заглянув в сонник, да. Ну, об этом, если будет интересно, пишите, я сделаю отдельный репортаж про сны, про сновидения, да. Есть те дни, из которых можно получить информацию сна, вот, тоже я расскажу, что это за дни, как их распознать и как расшифровать эти сны. Вот, дальше, еще такое существует понятие, как правильно спать, ну, имеется в виду головой на юг, на север, там, на запад, на восток. Ну, общепринятое такое правило и понятие, это спать на восток головой. Вот, как по феншую, там, по японской теме, по восточным, по всем вот этим, по версиям, да, существует такое понятие, что лучше все-таки спать на, скажем так, к восходу, головой на восход, к восходу солнца. Вот так вот, правильно, если так говорить. Вот, а ноги должны быть на север, вот так вот. Нет, подожди, не так. Значит, подожди, а вот даже написано. На востоке принято ложиться спать головой к восходу солнца, к восходу солнца, а на западе, на западе головой на север. То есть, на востоке к восходу солнца, а именно на западе, да, то есть, там, в Америке, там, или еще где-то в других странах, да, то есть, принято ложиться головой на север. Так что, что еще По поводу мягких перин я вам сказал То есть лучше все-таки спать на Жесткой как бы Основе, да, на хорошем дорогом матрасе По поводу пижам Тоже вот вам сказал, да По поводу повязок, чипец И всего остального тоже вам рассказал Про сны сделал отдельный ролик Вот, так что В принципе Отвечая на вопрос Мэдмана 92 Сколько времени хватает на сон Вот мне хватает 6-7 часов То есть если я 8 выспался, я уже как бы вообще Просто идеально Но со временем, с возрастом, все-таки Как мне кажется, человек спит меньше Я не люблю вот эти вот всякие, знаете Снотворные там, что там Понервничаешь, там соответственно уснуть не можешь То есть я подхожу к этому Абсолютно спокойно, я вот знаю Что мне нужно вот в это определенное время Ложиться спать и просто ни о чем не думать То есть и в принципе это помогает Я засыпаю абсолютно сразу И я вам еще тоже рекомендую Ложиться в одно и то же время Рекомендую вам ложиться В, скажем так В одни и те же часы И просыпаться в одни и те же часы Потому что организм человека Это как биологическая, как бы Ну как Как будильник, короче говоря То есть если вы его приучите Как вот я уже и говорил Там кушать в определенное время Ложиться спать в определенное время Вы будете просыпаться в определенное время Без будильника То есть у вас уже будет внутреннее Внутренние часы срабатывать И вы будете без будильника Спокойно вставать И высыпаться самое интересное Так что вот такой вот вам сегодня Репортаж, ролик Пишите на наш сайт Канал добра.ру Оставляйте свои комментарии Ставьте лайки Дизлайки Ну всем добра и здоровья Все С вами был Сергей Симонов До новых встреч Скоро увидимся Чао Пока